Компания Sci-Fi Work создает дроны. Мы производили промышленные дроны. Они были выносливыми и могли долго работать. Мы также создали дрон для зданий, который помещается в карман. Но сейчас мы хотим использовать эти крутые технологии на потребительском рынке, чтобы все могли воспользоваться ими. Итак, у нас появился Sci-Fi Level 1. Хеленграйнер и команда Sci-Fi запустили компанию на Kickstarter для этого дрона первого уровня, желая собрать 250 тысяч долларов. И собрали эту сумму за неделю. Sci-Fi Level 1 — дрон для всех, потому что он лучше летает, и можно управлять интуитивно, и он безопасен. Мы использовали инновационные технологии, чтобы создать дрон, который можно просто достать из коробки и запустить в полет. Сейчас на рынке много дронов. Например, DJI Phantom, недавний Solo от 3D Robotics. Что отличает Level 1 от других? Ну, Level 1 лучше летает. У нас есть так называемая технология балансировки, которая позволяет ему не наклоняться постоянно во время полета, а просто скользить по воздуху. Обычный подход таким механизмом следующий. Вы даете команду лететь, летательное средство наклоняется и ускоряется в заданном направлении. Потом, так скажем, выравнивается и тормозит. Оно совершает движения, которые никому не нужны. Вам просто нужно, чтобы дрон летел, а не выполнял целую серию сложных движений, чтобы попасть из точки А в Б. Просто нужно, чтобы он попал из А в Б. Другие ключевые функции, которые должны быть, но не присутствуют в показанном прототипе, это настройка пользовательских геозон. То есть можно включить приложение, пройтись по своему участку и установить геозону, в границах которой будет летать дрон. Одна из особенностей, которая нам очень нравится в этом дроне и которая делает его удобным для всех, это настройка геозон. Это убирает стресс, о полете дрона теперь не надо волноваться. И теперь, даже если человек не до конца понимает механизм, потому что запускает его впервые, он отлично понимает результаты. Sci-Fi утверждает, что простота управления дроном с помощью мобильного приложения, технология настройки геозон и инновационный полет без наклонов сделают этот дрон доступным для всех. Когда мы создаем дрон, который нужен людям, мы считаем, что мы знаем, чего они хотят. Но мне кажется, потребительский рынок не двигается в этом направлении. Потребительский рынок двигается к автоматизированным маршрутам, по которым дроны могут летать вслед за чем-то, и ими не управляет пользователь. Есть достаточно времени на то, чтобы обновить софт или механизм, потому что этот дрон появится на рынке только осенью 2016 года. Пишите комментарии и подписывайтесь на Слай Лама ТВ. Перевод Анастасия Эви. Развучил Андрей Музычкин. Джедамайн Трикс. Макс Мирончик. Слай Лама 2015. Шмели не жалят людей, они их игнорируют. В каком-то смысле это даже больнее.